За первые 300 лет существования централизованного государства в русской истории произошло много важных событий. Но особое место среди них занимает процесс становления и развития национальной денежной системы. Начало этому процессу было положено в первой трети XVI века, во времена недолгого правления Елены Глинской. Именно с ее именем связывают первую денежную реформу. Кем же была эта единственная в истории российских финансов женщина? Елена Глинская оказалась у кормила власти в связи со смертью ее царствующего супруга Василия III, который скоропостижно скончался 25 сентября 1533 года, оставив престол своему малолетнему сыну Иоанну, то есть Ивану IV, Грозному. Через несколько дней трехлетний наследник был коронован на царство. Образды правления взяла в руки его мать Елена Глинская. Мне надо представлять Елену Глинскую какой-то мудрой государыней, которая, в общем-то, после всех бурь царства Неоанна и воин Василия III вдруг началась богодинство. Богодинство действительно в известной мере, стабильность экономическая благовольника, но не благодаря самой Елене Глинской. Регенство ее было недолгим, всего четыре года. Глинская внезапно умерла в начале 1538 года. Современники Елены Васильевны предполагают, что она была отравлена. Однако за этот недолгий срок Елена Глинская успела сделать немало полезного для русского государства. В наследство ей досталась огромная территория в 2 миллиона 800 тысяч квадратных километров. Состояла она из десятка княжеств и земель, присоединенных к Москве ее предшественниками. Присоединялись они по-разному, одни добровольно, а иные силой. Поэтому, выражаясь современным языком, центробежные силы княжеских территорий в молодом, неокрепшем государстве были весьма сильны. Такую ситуацию нужно было переломить, и самым верным средством было, и есть поныне, введение единой денежной системы. Это была главная, но не единственная причина для проведения денежной реформы. В конце царствования Ивана III к московскому княжеству были присоединены Тверское княжество, господин Великий Новгород, и уже, ну, фактически было присоединено Рязанское княжество. Это также успешное окончание войны со шведами и присоединение Нарвы дало возможность, в общем, мирные передышки, дало возможность увеличить торговлю на севере. Реформа потребовалась и в связи с тем, что часть оброка из многих вотчин феодалы стали собирать не натурой, а деньгами. Помогло Елене Глинской провести эту реформу и наличие колокольного сбора, то есть впервые были обложены и монастыри, и церкви колокольным сбором, которая дала определенную сумму, определенный внос в казну Московского государства. Все эти обстоятельства и подвигли регеншу малолетнего царя Елену Васильевну Глинскую на проведение денежной реформы. Вот она, первая национальная валюта русского государства. Называется, как и сегодня, копейка. И выглядит почти так же. Кстати, и название ее пошло от изображения копья на одной стороне. Правда, слово копейка получило распространение гораздо позже, в 17 веке, а до этого их называли деньги копейные. На самом же деле это бывшие новгородки, и чеканились они в Новгороде Великом, а те, что чеканились в Москве, содержали изображение всадника с саблей, и назывались они сабленицы. А что же, спросите вы, до появления копейки не было денег на Руси? Конечно, были. Первая денежная система, введенная на Руси, была арабская. Это было арабское серебро, которое начало поступать на Русь где-то в конце 8 века, начале 9 века. Первые киевские князья, в том числе Владимир Святой, начали выпускать свою серебряную монету. Где-то порядка в середине уже 14 века, ближе к концу, началась теканка серебряной монеты, как в Москве, так и в Рязани, в Твери, в Нижнем Новгороде. Ну и, соответственно, наиболее, как сказать, массовое производство было в Новгороде Великом, в господине Великом Новгороде. Каждое княжество являлось самостоятельным эмитентом собственных денег. То есть монеты чеканили все, кому не лень. При этом наибольшее распространение имели новгородки и московки. Но если пять пеков назад по Руси гуляли гривны серебра весом в 200 граммов, то московки с новгородками были гораздо легче. Новгородки содержали 0,8 грамма серебра, а московки вдвое меньше. Ко всему прочему, практиковалось усекновение серебра и выпуск фальшивых монет, что естественным образом порождало недовольство населения. В их форме предшествовали массовые казни фальшивомонетчиков. Не только фальшивомонетчиков, но и те, кто портил монету, то есть уменьшал в ней количество серебра. Фальшивомонетчикам рубили руки, лили в глотку раскаленное овова. Но несмотря на это, все равно фальшивомонетчики остались. Современники Глинской так и писали о намерениях Ригенша в своих летописях. Велело переделывать старые деньги на новый чекан. Ради того, делая, что было в старых деньгах много обрезанных денег и подмесу, и в том была христианству великая тягость. Один из первых благоразумных шагов, которые сделала Елена Глинская, предусматривал введение государственной монополии на выпуск монет. Было оставлено три центра, три монетных двора, которым высочайшим дозволением разрешалось чеканить деньги. К ним относятся Московский, Новгородский и Псковский монетные дворы. Началом реформы можно считать февраль 1535 года, когда Глинская от имени своего пятилетнего сына Ивана Васильевича издала указ о замене старых денег на новые. После реформы Елены Глинской существовало три вида монет. Копейка, деньга и полушка. Все это были мелкие серебряные монеты, которые делались из расплющенного серебра, откусывался от проволоки, кусочек серебра, его расплющивали и надчеканивали. Поэтому монеты имели в основном форму овальную. Изображение штемпеля было круглое, а сама заготовка, поскольку ее откусывали кусачками от проволочки, она была такая продолговатенькая. Когда ее расплющивали, она круглая не получалась. Основу русского денежного обращения после реформы Елены Глинской составили серебряные монеты, копейки, новгородки с весовой нормой 68 сотых грамма, деньги, московки с весовой нормой 34 сотых грамма и полушки с весовой нормой 17 сотых грамма. Таким образом, 100 копеек складывались в рубль, который содержал 68 грамм серебра. Как мы видим, прежние московки и новгородки слегка похудели и не мудрено, потому что Елена Премудрая, она же Глинская, вела так называемую новую стопу. За основу стопы была взята уже упомянутая нами гривна серебра весом почти 205 граммов. До реформы из этой гривны чеканили 260 новгородок, а после реформы нетрудно подсчитать. Было решено, что из гривны делать не рубль, как было раньше, и не два рубля, как уже позже времена Ивана Третьего и Василия Третьего, а делать три рубля. То есть рубль стал весить 68 грамм. Но как такового самого рубля-то не было. Просто из рубля 68 грамм делали 100 копеек. Их называли новгородками. Стали делать из гривны три рубля. Ну и вот в этом состоял, как бы сказать, главный стержень финансовой реформы Елены Глинской. Как это называется на современном языке? Правильно, девальвация. А была ли в нашей истории реформа денег без девальвации? Более полная система соотношения русских денежных единиц была зафиксирована в торговой книге в 70-е годы 16 века. Первые три единицы, по сути, дошли до наших дней. По-прежнему 50 копеек называют полтинником, а 10-копеечную монету гривенником на вгородке превратились в копейки. Только московки, они же деньги, и полушки исчезли из обихода. Остались они лишь в народных пословицах и поговорках. Вспомните хотя бы это. За горушкой телушка-полушка дарут перевоз. В 1538 году старые деньги были окончательно запрещены. Совершенно благоразумным был запрет нахождения иностранных монет, имевших, в частности, спрос в западных областях русского государства. Таким образом, Елена Глинская, проведя денежную реформу за короткий срок, подготовила своему сыну Ивану устойчивый фундамент для дальнейшего усиления русского государства. Но был в этой системе один изъян. Отсутствовала крупная денежная единица. И это создавало проблемы для торговли. А России нужен был свой рубль. Начиная с XVII века, в связи с централизацией государства и увеличением товара оборота, возникла идея о введении крупной монеты по образцу Европы. В Европе тоже в раннее Средневековье были маленькие монетки, динарии в подражании древнему Риму. Но уже к XV веку появилась в обращении крупная серебряная монета – талер. На эти талеры велась крупная торговля в Москве. В Москве они назывались Ефинки. Свой вклад в развитие денежной системы внес Петр Первый. Правда, памятуя о медном бунте, случившемся при его батюшке царе Алексея Михайловича, Петр Первый не делал резких телодвижений в этом тонком деле. Ну, для того, чтобы приравнять серебряный рубль к 100 копейкам, а не к 64, можно было пойти двумя путями. Можно было увеличить вес серебряного рубля, а можно было уменьшить вес серебряной копейки. И вот в итоге, конечно, пошли по пути снижения веса серебряной копейки. Вот, собственно говоря, копейка Петра Первого, которая весила уже 0,29 грамма. То есть она была ровно 0,01 вот этого первого Петровского рубля. Вот первые Петровские рубли в основном чекались на сглаженных талерах. Надо сказать, что реформа проводилась настолько аккуратно, настолько был в памяти вот этот медный бунт, что начали с монет номиналов отличных от копейки и от рубля. С 1700 года чеканились другие монеты. Части копейки, деньга, полушка. Даже была попытка чеканить монету в 1,8 копейки, то есть пол полушки. Были алтыны, были полтины, все было. Но только по завершению реформы в 1704 году появился рубль и появилась медная копейка. Когда народ уже чуть-чуть привык к новым деньгам, тут-то их и вбросили в обращение, чтобы они не вызвали никакого возмущения, чтобы они как бы были логическим продолжением той реформы, которая осуществлялась уже на протяжении пяти лет. Будет правильнее сказать, что императору в большей мере принадлежит заслуга в организации и совершенствовании чеканного дела. Именно при Петре I монетный двор появился и в Санкт-Петербурге через 190 лет после Московского. Там чеканились монеты и медали, а сам процесс был доведен до совершенства. Вот здесь вот у нас есть юбилейная медаль, посвященная юбилею этого монетного двора. Он был открыт в 1724 году и через 75 лет в 1799 году была выпущена вот такая красивая памятная медаль с изображением самого здания монетного двора в Петропавловской крепости и с портретами основоположника этого двора, то есть Петра I, действующего императора Николая II. В истории денежного обращения отметилась и Екатерина II. При ней впервые в России появились бумажные деньги. Назывались они ассигнациями. Не считая этих новшеств, денежная система радикально не менялась вплоть до Николая I. И вот в 1839 году произошла очередная реформа. Что же подвигло самодержавную власть на перемены в сфере денежного обращения на сей раз? Прежде всего, порог заключался в самих ассигнациях. Было принято решение, что размен вот этих вот ассигнаций будет проводиться исключительно на медную монету. То есть вот такие вот медные Екатерининские пятаки и стали основой размена ассигнаций. В этом с самого начала был заложен порог этих денег. То есть эти деньги не разменивались на серебро один к одному. То есть разница между серебряным рублем и рублем ассигнациями уже с самого начала была. И чем дальше, тем больше она увеличивалась. И в итоге к концу царства Екатерины II бумажный рубль довольно сильно обесценился. Нетрудно заметить, что 1839 год недалеко отстоит от 1812 года. А эта дата вошла в историю как начало войны с Наполеоном. Большая война с Наполеоном, она дважды смутила русское денежное обращение. Первое смущение заключалось в том, что просто военные расходы требовали очень серьезных дополнительных затрат. А второе то, что это действительно был один из немногих случаев, когда наполеоновские войска рассчитывались специально напечатанными фальшивыми деньгами. Она имеет характерную особенность. Здесь вместо слова «ходячая монета» написано «халячая монета». Значит, некоторые ошибки были неизбежны. В частности, они были неизбежны в тех буквах, которых в латинском алфавите не было. И хотя армия Наполеона позорно бежала из России, Российская империя и после победы над французами перманентно находилась в состоянии войны. А войны, даже победоносные, дело, как известно, разорительное. К концу царствования императора-победителя Александра I внешний долг государства составлял 102 миллиона рублей серебром. Это был очень крупный долг. Для его покрытия чеканились ничем не обеспеченные деньги, которые, естественно, обесценивались на глазах. Инфляция наслоилась на довоенные проблемы. Еще накануне войны, в 1810 году, пост министра финансов занял Дмитрий Гурьев. Это тот самый Гурьев, который прославился рецептом особой каши, до сих пор носящей его имя. При Гурьеве с подачи Спиранского и Мартвинова была предпринята попытка ввести новую денежную систему, основанную на так называемом серебряном монометализме, на серебряном рубле с постепенным изъятием ассигнаций. Но после отставки двух инициаторов финансового плана Гурьев пошел на попятное. Российское правительство решило, как всегда, немедленно, сразу же после войны, покончить с этим взлом. Во-первых, оно провело, как мы уже все прекрасно понимаем, денежную реформу, напечатав ассигнации нового образца и поменяв на них старые ассигнации. Надеюсь, что при предъявлении старых ассигнаций к обмену фальшивые наполеоновские ассигнации будут ликвидированы. Но при проведении обмена выяснилось, что Наполеон столько этих ассигнаций напечатал, тогда пришлось бы ограбить очень большое количество крестьян и помещиков, которые принимали эти ассигнации в уплату. Поэтому из этой денежной реформы ничего не вышло. Фальшивые ассигнации меняли на новые так же, как и настоящие. Это первая неудача графа Гурьева. Вторая неудача состояла в том, что он очень быстро хотел восстановить курс ассигнационного рубля до довоенного уровня, скажем, до уровня 1810 года. Для этого был сделан займ серебром у голландских банкиров. Мы получили это серебро, стали за него выкупать из обращения ассигнации, а эти ассигнации сжигать. Во дворе здания Министерства финансов была установлена специальная печка, где эти ассигнации публично стали пускать на ветер. Оттуда родилось знаменитое выражение, что топить можно ассигнации. После того, как средства этого серебряного займа, полученного голландских банкеров, истощились, процесс выкупа ассигнаций тоже прекратился. Последним третьим манифестом из этого плана в апреле 1812 года екатерининские ассигнации возвращались в оборот. Более того, все платежи должны были производиться именно ассигнациями по курсу дня. И в сфере денежного обращения заварилась гуривская каша. В разных местах стоимость ассигнаций была неодинаковой, цены прыгали. Расхлебывать эту кашу и был призван Егор Францевич Конкрин. Георг фон Конкрин родился в 1774 году в Германии в Гессене. Учился в университетах Гессена и Марбурга. В 1797 году приехал в Россию, где его отец заведовал соляными заводами. В 1803 году назначается инспектором немецких колоний Петербургской губернии. В 1812 году получает должность генерал-интенданта Первой армии. Чуть позже становится суперинтендантом всей армии. На возлоупотребление своей должностью в 1823 году назначен министром финансов. Денежная реформа Егора Францевича Конкрина началась с манифеста 1 июля 1839 года об устройстве денежной системы. В ее основу, как и задумывалось при Гурьеве, был положен серебряный монуметализм. Но в отличие от своего предшественника, Конкрин твердо привязал серебряный рубль к стоимости ассигнаций. Он приравнивался к 3,5 рублям ассигнациями. Это был серебряный запас, который к тому времени был накоплен правительством и лежал в подвалах Государственного банка. Все было открыто. Сам император Николай I приглашал петербургское и московское купечество в подвалах Госбанка, чтобы они лично сидели и пересчитывали все эти слитки и монеты, чтобы лично удостовериться в том, что государство их не обманет. На основе серебра должны были заключаться все сделки с казной и частными лицами, вестись под счеты государственных доходов и расходов, оборотов кредитных учреждений. Казначейству вменялось в обязанность обменивать ассигнации на серебро. Тогда же был опубликован указ об учреждении с 1 января 1840 года депозитной кассы. Надо было прежде всего избавиться от ассигнаций. Это было сделано в два этапа. Сначала были выобщены некоторые промежуточные денежные знаки, которые назывались депозитными билетами. Каждый человек мог прийти в банк, сдать туда свое личное серебро и получить депозитный билет. Предполагалось, что гражданам будет неудобно, вернее подданным, правильно сказать, подданным операторам будет неудобно расплачиваться, особенно по крупным сделкам с серебряными монетами. Они предпочтут депозитный билет, как более удобный способ обращения, способ платежа. Так оно и вышло. Когда правительство увидело, что объем вкладов в серебро вырос на очень большую сумму, а вклады в банк – это одновременно его серебряные резервы, соответственно и объем серебряных резервов точно очень сильно вырос, оно решило, что теперь можно делать второй этап в реформе и заменить депозитные билеты на кредитные билеты. 1 июля 1841 года вышел второй манифест. Он объявлял о выпуске в обращение новых денег – кредитных билетов. Они имели хождение наряду с серебряной монетой на всей территории империи. Разменный фонд фиксировался в размере 1,6 от суммы выпускаемых билетов. После третьего манифеста в 1843 году началась замена ассигнаций и других денежных знаков на государственные кредитные билеты. Надо сказать, что с 1839 года, со времени издания первого манифеста, которых было три, был закреплен следующий курс – 350 копеек за рубль серебром, или 3 рубля 50 копеек. И вот были выпущены такие карманные книжки по пересчету. Это вот как сейчас ходили люди, когда была сильная инфляция с калькулятором, и каждый раз пересчитывали, сколько в долларах стоит тот или иной товар. То тогда люди ходили вот с такими карманными книжечками и замечательно себя чувствовали. То есть они всегда знали, сколько рублей на ассигнации, сколько рублей на серебро стоит. А вот в этой книжке еще и всякие другие иностранные валюты приводились. То есть это был такой вообще справочник, без которого порядочному человеку из дома выйти стыдно. В основном операция обмена прошла за два года и охватила 70% суммы, подлежавших изъятию старых денежных знаков. Окончательный обмен ассигнаций прекращен 13 апреля 1851 года депозитных билетов с 1 марта 1853 года. В стране остался только один вид бумажных денег – государственные кредитные билеты, обменивавшиеся на монету в соотношении один к одному. К середине XIX века в России появилась вполне устойчивая бумажная денежная валюта, разменная, правда, к сожалению, только на серебро, в то время как во всем мире уже золото стало основным валютным металлом. А тут еще через несколько лет после окончания реформы случилась и смерть самого Конкрена, и Крымская война, и кончина Николая I. То есть огромное количество всяческих событий, значит, они не дали возможности развивать успех. Николай I, учитывая огромные заслуги Конкрена перед страной, наградил его графским титулом. Впрочем, у талантливого финансиста были свои недоброжелатели и злопыхатели. Так один малоизвестный поэт того времени разразился эпиграммой. То Конкрин пришел с Алтыном из далеких чуждых стран, стал России верным сыном, понабив себе карман. Вряд ли этот упрек был справедливым. Казенный карман он действительно набил, а что касается собственного, еще в бытность свою суперинтендантом он на войне с французами умудрился сэкономить десятую часть выделенных казной средств. Для интенданта неслыханное дело. Вспоминается суждение Суворова. После трех лет службы каждого интенданта, говорил он, можно смело расстреливать. Имелись в виду хищения и растраты. А тут экономия. Новая денежная система устойчиво функционировала более десяти лет. А Россия не только забыла о бюджетном дефиците, но вплоть до Крымской войны была защищена от серьезных финансовых проблем. Музыка 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 Музыка